Мне кажется, я вас где-то не знаю. Мы будем готовить сегодня пиццу. Да! Да, ребят. А для девочек это будет классный урок, потому что путь к сердцу парня лежит через его желудок. Водитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да. В смысле, а это точно нам? Да. Ты забыл, в каком-то классе учишься? Нет, не забыл. Или давно на пересдаче бегал? Давно. И кто эта пиццу заказал? А кто пиццу заказал, реально? Это Вова, хулиган. Никогда не слушает на уроках, списывает на контрольных и никогда не делает домашнее задание. Это его подруга Влада. Любит переписываться на уроках, на каждом скучном уроке, садится за последнюю карту и зависает в интернете. Лучшая подруга Влады – Даша. Она постоянно хвастается своими новыми покупками и не только. Это Дима и Кристина – самые добрые ученики. Могут помирить каждого, всегда организовывают какие-то школьные праздники. А это Остап, мой хороший друг. Он постоянно пишет контрольные только на 12 и иногда дает списывать. Ну и я, Маша. Кстати, один тебе совет – не связывайся с хулиганами, это может не очень хорошо закончиться. Ребята, так кто все же заказал пиццу? Все-таки путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Что, реально ты заказала? Ну ты даешь, когда ты успела? Как? Почему ты вообще решила заказать пиццу? Ребят, ну вы помните, что у нас даже в школе нет духовки, а мы как-то хотели сделать печенье. И я сразу это все смекнула и заказала себе тихо в интернете. И там же карточкой я сделала оплату. А, ну понятно, Даша же у нас мажорка. Если я пользуюсь карточкой, это не означает, что я мажорка. Это же нормально. Вам хоть пицца понравилась? Конечно, Даша, ты вообще красава. Лис, привет. Я хотела с тобой поговорить. Помнишь, когда к нам вот этот вот трудовик заходил? Ты говорила, что ты его вроде бы где-то видела. А кто он вообще? Ты знаешь что-нибудь о нем? Знаешь, например, где он живет? Да, я вспомнила. Он живет в соседнем доме. И как ты уже поняла, он никакой не учитель. Он обычный парень из 11 класса. А почему ты спрашиваешь? Он тебе понравился? Влада, Влада, слушай. Слушай, помнишь Костя с 11 класса, который прикинулся трудовиком на прошлом уроке? Ну? Так, ты понимаешь, Даша в него влюбилась. Да ладно? Он же старше на 3 года. Вот именно. Эй, слышал новость? Нашей Дашке тот трудовик понравился. Ну, который там на замене был. Ты прикинь? Обалдеть. Ребят, я один думаю или и правда нужно познакомить нашу Дашу с Костей? Нашим трудовиком? Народ, успокойтесь. Лиза, это что, ты рассказала? Нет, конечно, ты что? Если честно, то я там не вон его рассказал. Ну, блин, зачем ты меня сдал? Такой конфликт мог быть. Так я продолжу. Давайте поможем Дашу ближе познакомиться с Костей. Я считаю, как настоящие одноклассники, это наш долг. Кто со мной согласен? Я за. Классная идея. А в каком он классе? В каком он классе? Да ладно, ребят, перестаньте. У нас урок скоро начнется. Все, ребята, я его сейчас найду. Ребята, вон он, возле окна стоит в коридоре, с кем-то по телефону говорит. Даша, пойдем мы тебя с ним познакомим. Что вы уже там придумали? Я никуда с вами не пойду. Вы что, уже вообще? Ребят, помогите. Да ладно, да, да. Что-то нет ничего такого. Хоть я тебя первая с ним познакомим. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, давай. Пошли, давай. Да пошли, ничего страшного здесь нет. Вова, иди помоги нам, быстрее. Вова. Стопа, ты? Давайте мы вам перезвоним чуть позже, потому что, да, я сейчас как раз в школе. Да, я как освобожусь, наберу. Нарвок, ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь. Нарвок, ты не хочешь. Тихо, ты тебе что-то хотела Даша сказать. Ты ничего не хотела сказать. Я бы с удовольствием пообщался бы. Ребята, идите погуляйте. Давайте мы с вами пообщаемся. Ну вот, на самом интересном месте. Я вижу тебя на классике адекватное. Очень, как видишь. Расскажи по секрету, кто писут достал? Ну, если честно, это была я. А ты действительно знаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Ну да. Да. Как у тебя встреча с директором прошла? Все в порядке? Ну, как сказать. Последнее китайское предупреждение. Я вот только неделю назад сюда пришел и уже засветился сколько раз. Ну, ты там поаккуратней. Дядечка у нас серьезный. Если честно, не любят, когда я его дразну. Да, я с ним согласен. Ладно. Давай, иди на урок, а то сейчас много будет. Не надо опоздавать. Давай встретимся на следующей пельмене. Давай. Ну, блин, на самом интересном месте. Да ладно, не переживай, сейчас у Дашки все расспросим. И, кстати, так как урок, мальчишки мешать нам не будут. Отлично. Слушай, может, ко мне сядешь? У меня как раз свободно. Супер. Маша, Маша, а ты не против, если я на один урок пересяду к ладе по такому делу? Конечно, я не против. Садись на следующем уроке. Хорошо. Блин, у меня есть шикарная идея. В общем, у меня есть сосед, и он точно должен знать Костю. Я ему сейчас наберу. Да, точняк, позвони. Пускай расскажет вам, что это за перец. Привет. Да, привет, как дела? Ты где парфауал? А, ну ладно, послушай. В общем, у меня есть к тебе дело. Знаешь Костю из соседнего дома с белыми дредами? Да, 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 он. Да, такой высокий, да. Да, да, да. Да, я не для себя узнаю. В общем, он понравился моей однокласснице. Так он вообще нормальный, да? Да ладно. Что, серьезно? Даже не ожидала. Слушай, такой вопрос. Он сейчас с кем-то встречается? Спасибо, друг. Очень-очень выручил. Спасибо, пока. Ну что, там рассказывает. Он мне уже не терпится. Короче, на самом деле, это правда. Он перешел в эту школу совсем недавно. И, если честно, он уже поменял две школы. Это его третья. Да ладно. А чем он отличился в предыдущих? Может, Даше сказать, что поаккуратнее было? Да нет, не переживай ты. Если честно, то это и моя третья школа. О, вот и наша Дашенька. Ну что там нового? Ничего. Да-да-да, ничего. Так мы тебе и поверили. Ну что там, Даша, рассказывай, что там было? Рассказывать? Да. Ну слушай, я купила тебе новую кофточку. Нет, это не то. Да, что серьезно? Рассказывай. Слушайте, отстаньте, пожалуйста. Саша, сидите пока в переменах нам. У меня кое-что для тебя нет. Хорошо. В общем, тут такое дело. Давай. Я нашла знакомого, который знает Костюм. И, короче, у меня есть классная новость у тебя. У него нет девушки. Кстати, есть только один нюанс. Ну, тут уже самой тебе надо решать. В общем, у него есть ютуб-канал. И смотри, что он снимает. Ой, Лиза, спасибо тебе большое за эту информацию. Ты всего лишь за три минуты, наверное, всех перезвонила и узнала ту информацию, которая мне нужна. Спасибо тебе большое. Да, я гугл. И могу рассказать все, что ты захочешь. В общем, ну у тебя есть все шо? Если вы думаете, что вас никто не слышит, вы глубоко ошибаетесь. Вова, отвернись отсюда. Ты думаешь, у меня нету на тебя компромата? Очень много его есть, поверь. Ну давай, рассказывай, о чем общались, что он тебе говорил. Мы уже заждались тебя ждать. Если честно, да так, ничего. Ничего? Ты сейчас серьезно? Мы не для этого тебя звали. Давай, рассказывай. Ну так, просто пообщались, договорились, просто на следующий перемене встретиться. О, вау. Ты что, серьезно? Реально? Ну это уже любовь, Маркос. Ну да, поверло тебе. Ладно, потом пообщаемся. Да, ладно, все. Остап, ты подготовился к уроку? Ну конечно. Можешь мне дать списать, а то я вчера не подготовилась. Писать не дам, но можем написать вместе. Хорошо, садись ко мне за партой. Как думаешь, у них что-то получится? Ну судя по тому, как они проявили друг к другу интерес, думаю да. А какой у нас сейчас урок? Ах, точник, биология, практическая работа. А ты ручку зеленую взяла? Конечно, Влада, я не только гугл, я еще алиэкспресс. Лиз, а тобой прикольно. Тому тоже. Ну что, мир? Конечно, мир. Может отметим это? А что ты имеешь в виду? У меня есть офигенная идея. Мне кажется, мои родители уезжают на выходные. И я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры подогнал «Симон»